грубо говоря на них так но сильно думаю задерживаться не будем сейчас мартышек тупо зерги будем выкашивать 13 левел погнали дальше сами что будем сплетить или ты как вообще хоть помню дак там да 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 я думаю мы не будем всех убивать оука оставим короче сами пусть будет до при ген я понимаю что проще ну точнее проще а лучше всех убить на две пассивки для нас но я возьму на пресс-реген если хочешь можешь всех убить да нет тоже на пресс-реген для тех кто не в теме ребят здесь во втором акте у вас будет выбор тут будут три бандита и в зависимости от того кого мы кому вы будете помогать вы будете получать от этого бонус соответственно здесь три грубо говоря бандита один для физиков ну по большому счету то есть вы там получите плюс реген хп там по моему армора немножко урона милишными но всякие такие в общем бойцовские милишные свойства соответственно есть один для магом всякие резисты реген маны получите есть для этих вкачей для убийц грубо говоря получите бонус уже к этому к скорости передвижения вроде там еще что-то будет такое там можно будет прочитать перед тем как сделать выбор о помощи и в какую сторону побежал это еще в лагере для придавал я понял давать я вниз иди сколько порталов это давай изначально сколько для порталов так порталов 2 понятно бомж у тушка блин тушка трехлинковая красная вот это норм еще за это я на продажу оставляю да это опять таки про если это про рецепты вопрос так санты куда побежал он фил ты вообще должен я вы свернуть и я понял на кросс роузе откроешь меня понял давай давай владик и тебе спокойно уж не заметил когда-то написал на думаю ты услышишь надеюсь ты услышишь на портале на телепорте портал не откроешь меня подождет этот городе потусовался немножко но это у тип до 54 нагнал хотя не все открывай но я открыл портал дальше идти а или знаешь чего беги дальше ты же не открыл еще беги дальше слышится беги на брокенбридж в правый верх по дороге в правый верх я имею диагональ саня тут сейчас начнешь опять у меня уже тут бестиарий нихера си они красные слышь ну и он нахер там где тот самый брокенбридж я ж те назвал локацию начинаешь брокенбридж по дороге это правый верх если ты стоишь на перекрестке оторвался оторвался от пацанов ой да здесь кстати наверное стоит рассказать по поводу того как ориентироваться конкретно в этих локациях здесь блин я чем беру всем туда ну ты налево подоши пошел ты ты путаешь опять право слева ну санте говорят направо вверх ты налево пошел понимаешь на право не надо портом открывать нет еще субъект паков нагрел я их убью нормально разми и крылья а это еще это я даже на карте не заметил в общем это у нас бестиарий от монстриков поймали замечательно часа не отдадут а где чего где лабирин нет ну сами ты знаешь где право ну да ну вот правая правая часть экрана ты понимаешь на где вот верхний угол твоего экрана монитора монитора правая верхняя часть вот туда беги по дороге от перекрестка ё-моё просто сказал где бандит все я туда и говорю бандиту беги на брокинг-бридж ты чего я побежал калере ты побежал к тому все я там телепорт у алиры нахожу ты мне телепорт открываешь у этого да открывай там так дожди сейчас я пойду я щас вуалирует т.п. забираю народ народ надо объяснить как тут ориентироваться вот смотрите здесь в этих локациях которые только что пробегала в который жал до самого это взрыватели на них лучше не останавливаться на их нафиг сколько вас тут гады общем объясняю да вы бежите по дороге вас это приведет туда куда нужно соответственно рано или поздно пока вы бежите по дороге в некоторых локациях где дорога приводит в тупик ну то есть к квесту но не к тому которому надо вы увидите разрушенную вот эту брусчатку вот края брусчатки вот это и видите то есть здесь четкие прям края вот рано или поздно в некоторых локациях а точнее в двух вы увидите разрушенную брусчатку и такая полуразрушенная дорога начнется в другое место идти вот вам на эту дорогу нужно чтобы пойдем сань да 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 мы его убиваем вот это один из разбойников который будет выдавать бонусы то есть для того чтобы выполнить квест на разбойника вам нужно убить его двух конкурентов грубо говоря если вы хотите кому-то помочь ну от кого-то баф получить вам нужно ему помочь то есть вам нужно убить двух других разбойников они разбросаны по другим территориям потом когда вы убиваете двух других вы возвращаетесь к нему и нажимаете помощь то есть help нужно большая мама вы получите бонус него если вас эти бонусы не интересуют и вы хотите получить два скиллпоинта вот для этого дерева два очка умений одно очка умений вы получаете за уровень то есть вы получаете два дополнительных вот вы должны будете убить всех троих то есть всех троих надо убить такая вот замутка чё ты так говорил по мане чего дом она нужна и оптики ну купи а свитков нет пойдем у нас порталов мало или давай я вызову у меня есть я там нормально хопом а я все купи его на торгаша вот это неплохо а вот это неплохо тетушка нужна до 200 армора плюс 16 лайфай и колд резиста 10 армора 200 я там выкину попозже забери тут вп я как раз пацанам покажу по поводу брусчатки EVP поставил вот смотрите ребят видите дорогу идет и развалено вот разваленная прям разрушенная дорога идет такая полу разрушена вы также заметите вот этот разрыв на карте то есть вы его не пропустите это будет намекать вам на то что если вы пойдете по вот этой дороге не всю локацию искать вот именно по этой дорожке вы найдете проход как раз таки проход вот в эту территорию а тут уже идет дальше сюжет то есть видите здесь как разбросано все и вот если вы заметили вот такую брусчатку это значит что если вы пойдете по ней вы найдете уровень дальше на саня забери и аптечку если такая нужна мы погнали а стой погнали давайте портал откроет и забрал vp до воприк взял все давай следующий тем просто это тоже нужно будет или порт в любом случае вот в этой локации такая же история ребят но здесь брусчатка будет вам показывать на местоположение мастера ну не мастера а вот одного из трех бандитов да 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 залетаем соответственно если вы увидите здесь брусчатку разобранную значит если вы пойдете по вот этой разрушенной дороге вы найдете одного из трех бандитов здесь будет бандит алира она будет для грубо говоря магов с магическими бонусами вот но мы ее тут будем убивать соответственно нам нужен третий бандит третий бандит будет рандомно в той локации в которой мы пойдем следующий точнее нет ну я вам скажу об этом когда мы в него пойдем да они знают что он мана если в этой конкретной локации пойти по дороге забей на сундук забей полем вы тут наткнетесь на квест с открытием двери который вам даст skill point если вы вернетесь в первый город вот так что я рекомендую вам всем подобные квест выполнять то есть есть обязательные грубо говоря квесты это типа убийство актовых боссов ну и соответственно чтобы дойти до них там есть какие-то квесты определенные есть необязательные типа которые дают бонус дополнительные очки умений либо дополнительные очки сброса умений здесь сбрасывать умение можно на каждый персонаж вы можете получить 20 очков бесплатно если выполнить все ком все квесты вообще на сброса то есть у вас там будет 20 очков сброса умений но также есть и сферы которые сбрасывают умения то есть как можно этим не заморачиваться вот соответственно видите здесь на карте вот на брусчаточка у нас поломана вот где и мышкой вожу значит в той стороне у нас алира в противоположной стороне будет паучий лес это всегда в этой локации с одной стороны алира с другой стороны давай покупаем паучий лес в получим лесу мы должны найти и там который нам поможет пройти дальше по основной квестовой линейке это обязательно собственно как и квест на убийство бандитов это тоже обязательно без нее вы не откройте двери то есть без этих двух кастов не вы не откройте двери дальше то есть это нужно выполнить вот мы как раз наткнулись на дорогу я тут уже на вскидку пошел а мне же по моему да сам там дорог куда вниз повела давай не спадем не взорвись он не взорвался пойдем вниз да вот вот тут сами 10 вот видите то есть вот эта вот дорожка нас сюда и привела вот это вот разломная дорожка привела к лагер то есть если вы будете ходить по дорогам я вас научил вроде как ориентироваться где дорога где нет вы будете быстрее проходить эти локации просто люди которые не понимают как тут ориентироваться начинают мыкаться по либо полностью карту защищать не знаю никаких ориентиров либо соответственно по краям полностью чистить карту также ведет к потере времени ну я думаю к тому моменту когда вы уже будете в игре понимать хоть что-то для того чтобы быстрее играть уже все эти фишки будете знать в любом случае ну для тех кому не интересно все это чистить конечно будет полезно для тех кто не знаком с игрой не интересно у нас участие вот эти фишки будут полезны ответственно ну давай босика убили нам остается 3 как раз таки бандит но ему мы будем помогать мы не будем с ним сражаться но опять-таки повторюсь если вы захотите два лишних skill point вместо тех бонусов которых они предлагают которая вот вы должны кому-то помочь если бонус нужен либо всех убить если бонус не нужен и нужны 20 point разлом такой прикольно нарисован вот а здесь уже с этой стороны должен начаться паучий лес собственно как я искал чуть ранее паучий лес вы определите по деревьям в паутине и по окраске на локации он может быть выше кстати скорее всего выше на погнали наверх сам не взорвись не взорвись выпрыгивай оттуда счетом как ним бегаю первого этажа с первого акта точнее с первых локаций но мне такой вот видите паутина паутина на деревьях на карте немножко сереньким все это стало это вам намек на то что он здесь вот это уже начинается паучий лес этой локации он здесь смотри эйнар влетим на газовом как долго давай первого завалим чтоб он сразу тут был с нами он урона нам подкинет немножко ну да поможет паутина паутина поймали пойдем ниже сами здесь в этой локации вам нужно найти комнату с паучихой в этой паучихе вы найдете квестовый предмет который вам поможет пройти дальше по акту то есть без этого предмета вы дальше не пройдете очень многие путаются без знаний как ориентироваться по квестам многие очень путаются во втором акте они не могут дальше пройти и не понимать что им нужно сделать но ориентироваться я вас что может попозже научу хотя надо было это делать самым началом чем это вот здесь вот на кнопочке у английской вы можете найти локацию соответственно вот перечень квестов и вас квесты прям вот вы выделяете квест и вас квест прям вот этой линии тащит куда вам нужно здесь очень просто ориентироваться да давай собирать только аккуратно смотри он там взрывает неплохо неплохо взрывает да сайте некуда вместо и что глупо мне там влетела убежал да все ему там осталось в половину его эйнар быстрее чем и убивает желтого крайнего оставим а то эйнару уйдет чтоб эйнар за нами побежал желтого оставим хотя он может стопорнуться на нем конечно это мой какой я замерз замерз или что со мной сделалось я замерз вот на такие случаи ребят надо крафтить моментальные аптечки вы видели да как у меня хп просел соответственно если у вас не будет моментальных аптечек в подобных ситуациях вы умрете пока будете ждать регена хп вашего это все чревато смертью о банку на антифриз большую банку нашел пробегаем мимо пофигу убьет и убьет ничего страшного убирай я взял не открывай ящик опыта предостаточно крафтить мы его все равно не будем до ящики эти тоже можно крафтить которые вы только что видели этот сундук они тоже бывают разных типов ну в общем некоторые с оружием некоторые с бронёй и некоторые со сферками некоторые с картами некоторые с гадальными картами в общем на каждый грубо говоря профиль есть свой сундук ларец могут быть также разных цветов белые синие желтые легендарные вот белых можете ну как и в общем такой же принципы как и со шмотом крафт то же самое для тех кто в этом разбирается я например не особо разбираюсь какие свойства лучше крафтить на каких сундуках ну вообще в этом стоит разобраться для для того чтобы выгребать как можно больше валюты да откроем вот то есть для профита для общего валюты тут все к сожалению ну или к счастью нет это к счастью все тут какая кастрюлька неплохая хотя нет плохая instant recovery вот вот это свойство позволяет этой фласке моментально восстанавливать нам ману в данном случае конкретно ману так это каменька какой брал я уж не брала что там есть острота как кончат на ваша а не стоит тут нет еще и дают геральда не не геральда бери либо мили физиков либо фастера я физику возьму мили пастор мне не нужен будет ближайшее время да ну видите да то есть здесь не за деньги а за сферки то есть цена в сферках и это для всего шансики мне нужно оставить на скиллы а сюда трансмутку бахну сделаю сделаю из этого щита какой-нибудь и некий вдруг повезет ну такое так но я ее ну шакал специально для вот этого сейчас в ривервейс потом идем к оуку а стой 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 рановато погнали в кросс роут кросс роут давай в кросс роут а оттуда уже будем думать у меня нет кросс роут открой мне там телепорт а блин так внешку другую сделаю для скила чтоб сани не путался ну хороший саппорт за нами там дурачок какой-то увязался уникальный пойдем не будем убить да не нафиг вполне много нас уровень уже достаточно еще до скиллпоинтов кину там как раз на квадрат надо будет в первых забежать за скиллпоинтом это позже вот в этой локации ребята ориентироваться лучше с центра то есть как только вы центр найдете вам будет проще найти направление в котором вам нужно идти здесь в четырех углах соответственно одна из локаций на проход то есть короче здесь четыре угла три угла заваленных четвертый будет проход на второй этаж вот проще всего это будет найти от центра и сначала ищите центр вот сейчас вот мы пытались пройти вот здесь к центру но там был завал соответственно вы увидели вот мы пошли с другой стороны на центр вот мы нашли этот центр соответственно здесь будет всегда телепорт в этой локации и с какой стороны стоит телепорт в ту сторону вам нужно идти то есть либо здесь либо здесь либо здесь да люди людям объясняют телепорт у нас стоит с этой стороны значит нам нужно идти в эту сторону здесь в этой стороне будет проход на второй этаж вот видите мы его нашли сразу то есть вот ориентируясь по телепорту вы найдете проход раньше вам не нужно уже чистить эти четыре угла соответственно пойдем вниз тут будет лабиринт вот утейнер чуть коньки не отбросил я что-то не заметил но тут уже вон по резисту бьют убей там главного этого дурака призывателя тут пока разберу походу мы мимо бист блин почти что везде но тут чаще они сделали а но они на картах сделали чаще точнее не чаще сбалансировали их немножко тут же добавили прошла лига с бандами с этими синдикатом давай эту тоже завалим что лишняя алхимка такая глянем что там вообще 36 лавил уже человек неплохо не отлети а то вот тут изи отлететь призывателя нет нигде нормально нету призыватели лучше сразу выносить смонеров этих потому что они не просто воскрешают людей они еще и добавляют вас это смертельно опасно тут лабиринт сам погнали там аккуратненько смотри а то у нас скорость бегать и ровенькая да и ригена никакого банки есть давай перезарезаем на всякий этот а или нет погнали тут проход да он там тупик пищу смешно нашел проход не вздумайте бежать параллельно с этими пилами они вас тупо убьют особенно если вы играете на хардкоре лучше и бежать им навстречу без паники не от них а на них чаще всего вы так просто переживете дамаг ну соответственно ситуации бывают разные если у вас конечно мало хп но вы должны взвешивать правильную ситуацию по идее нам важно в другую сторону давай здесь пробежим забей сами у нас уровень выше чем локация на два уровня выше чем локация отбиваемся чисто на паках мало ли лут да ладно нашли с мариком опять таки по поводу ориентирования на локациях вот если вы найдете здесь вот такой проход с уголками и длинные в итоге будьте уверены что здесь именно то что вам нужно вы должны искать маленькую маленький проход здесь таких маленьких проходов в других случаях не бывает вести тупо давите по вот этому узенькому коридором это квест в вещичка будет лежать тут не умри сами не умри да там кто там кто а вот там бьешь не стоит да вон мог бы не стой не стой просто в кинул отошел в кинул отошел основной урон все равно идет от шаров это тайм и ставь нормально расти к может не брать у нас есть забирай предмет погнали это репорта есть один по-моему они 2 вы так ну геральт эш берин герутов эш подлаги пошли это мы меняем это мы выкидываем это чуть дальше будет не переживай и банка нужна более-менее адекватно ну говно конечно ну такая средненькая она скину голый ривервейс сан банка на полу и сердце ну и как я ранее говорил то есть видите брусчатку идите по брусчатке видите дорогу идите по дороге если будут разрушенные мосты обходите речку или что-то подобное то есть там в итоге будет брод потом возвращайтесь к дороге с другой стороны соответственно вот но к этому моменту вам уже будут на выбор даваться в первом акте разные скиллы на передвижение будь то прыжок телепорт что-то под свой класс под свой стат подберете то есть там будут и синие и зеленые и красные камни с перемещением через какие-либо препятствия через уровни локаций ну то есть этажи хай граунд лоу граунд да давай где-нибудь к середине ну да вот он вот здесь соответственно третий бандит сидит в крепости и проход тут нашел нет я походу нашел да ему помогаем короче не забывайте постоянно брать у нпс то что они предлагают потому что это может быть что-то квестовое и необходимое для открытия каких-нибудь дверей например вот конкретно эта штука для дверки без него дальше не пройдется а вот без этого ножа которого мы выбивали из паука мы не прошли бы вот через эту дверь которая вот здесь вот рядом стоит рядом с этой дверью всегда телепорт вот эта дверь будет открываться как раз таки тем предметом с паука и соответственно очень многие начинают тупить из новичков не знают где-то найти не понимают что от них хотят двери не открывается пройти акт не могут а там нужно было найти пещеру в какой-то из локациях в итоге ну то есть внимательно смотрите что от вас требует игра вот на буковку у английского вы можете посмотреть это здесь то есть закрытые квесты серенькие активные квесты и соответственно цветастые просто выделяете квест смотрит в какую сторону либо смотрите описание либо смотрят на предмет чё колечко выпало найти кредит зачем она тебя у меня колечко на 2 резиста выпало тоже неплохо идешь на да 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 поставил вот эту локация больше всех ненавижу потому что она достаточно длинная здесь нужно найти также узенькой узенький проход с шаром посередине вот этот шар нужно активировать того чтобы пройти дальше сейчас бахнет да ты как накаркал говорит lightning резист колечко у него пошли лаги у тебя как норм банка банку забери хорошая банка до подлагивает немножко ребята не стрим это это в игре чё там хотя может и стрим не знаю какие-то лаги начались даже налагает игра мнение может начаться на этом еще посмотрим если не отпустят буду думать в общем ребята это не у вас это что у меня там видел сбоку проход какой-нибудь слева он внизу возможно так чё за чушь налагает мне что-то обновляется ли что стиль какой-то обновлять да не значит меня дергают потерь конечно нет но мало ли что простоту подрублю с латенсии посмотрим что там по пингу у нас но пинг дергает нормально он там аж до 200 бахает это все-таки у меня отчет серваком тут лагает лагает да он дергает прям иди пошли по пингу вот это вот область нифига за весом сейчас был допустим а можно повыбивать всякие оскверненные миллионы фрагменты для инста садзири нашли подкрыть не инст их там пару версий есть убирать или есть обычная деле соответственно быть но убирать или там тоже кажется но не знаю глянем вот нашли мы этот шарик вот нам за него так посмотрим на будет не все равно лагает что-то короче тут с игрой у нас сейчас они выпашки по 100 рядом со мной ок или в город может если хочешь сходить вон пока в первой но ни хера я просто зависаю я тупо зависаю я тупо беги в первой забери очки до загрузка в стиме пошла верментает 5 гигов дядь ну ты адекватный вообще все уже 5 гигов верментают качают прикиньте а не чё за херня забил мне весь трафик и у пацаны извиняюсь за косяки сейчас должно быть получше это от меня какой щиток на его ежен книгу забрал в первом а в первом нет я же говорю в первом забери и этот сандер я понял сандер сандер у меня косяки тут были стим решил обновление качать на 6 гов почти там 5 чем-то игру перекачивал целую так сандер 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 ну чё санья наверное в сандр все-таки ты на молтан или как или на сандр сандр как меняем саппорта по пол типа не посмотрел у нас сандр не работает с ножами до до ужас вообще-то конкретно что все равно сан ждать сапоги это в первом городе сандр ко мне заберески я понял а какой-то и вторую камень у меня три камни расставят сандр мили физикл дэмэдж и я д д фаер дэмэдж смотри чё есть афизу лучше мне нужны ботинки с красными дырками тут нет ботинок с красными у тебя есть ботинки в продаже с красными дырками сами вытасы ассортимент торговцев меняется раз в уровень либо если это мастера то раз в дейлик вы имели ввиду нет на нашел нормально нам это для чего нам это во первых для для тотемом во вторых для геральда когда мы сможем его одеть а кстати обратите внимание здесь две раскладки рук соответственно и если вы носите какие-то предметы и камни во второй руке они качаются ребят не забывайте об этом то есть их можно не пользовать но они если стоят в предметах во второй раскладке они будут качаться вот что обратите на это внимание вот так же камушки продаются неплохо если вам не хватает валюты вы убиваете много мобов у просто если фармите валюту нужное количество можете покачать также еще и камушки вместе с этим то есть это считать там 6 лишних дырок основам колчанщика можно сделать и 9 но это чуток ты дальше пошел порево какое-то я в той локации где мы будем что-то выживаемости я достаточно мало собираю но выживаем андер какой медленный зараза урона мало но обратите внимание как он бьет он бьет вперед перед собой его нерфили пару лик назад до этого он был конечно достаточно жестче и у но он бьет все равно неплохо да вроде отлагала ребят как у вас там дела на стриме кто-нибудь вообще смотрят лучше все играют свернутым вроде да сейчас не знаю пацана пишется если отпишется а то наверное все играют сидят либо спят слушают ну как обычно я же врываются все все спешат спешат а мы так медленно три камни вот до 33 саневерского метрикам погала спасибо тарян за косяк мы в реальности им что-то решил это я сейчас не через steam игра там клиент просто может через steam пустить а можно просто просто клиент запустить в общем вроде по узанул нормально будет до сандром вроде с трешком попроще дали опустилась главное чтоб не промахиваться но мы скоро перк возьмем на антипромах минус крит но промахиваться не будем стопроцентно курсе будет нормально пойдет а лол слушая же тени вкинул да слушая же реально вкинул но я скажу как он называется но я иду пока что я понял понял я там просто тебе когда разбрасывал скиллы точнее ноды я там не вкинула перк на антипромах есть там плюс один хотя если он вообще там по дороге я даже не посмотрел вообще про него забыл да погнали боже мой хотя нет слушай локация по уровню нормально можно будет поубивать ну нормальной толпы будем убивать вот например два пака да не полут только вставай так чтобы бить всех надо на скорость теперь нам бакларити купить варите бы было бы поприятнее без маны вообще можно было бы не обращать на этом она на этом она внимание здесь босс походу до к боссу примуду здесь вот в этой локации босс не обязательно имейте ввиду но это так чисто как дополнительный монстр иногда бывает что подобные монстры на локациях которые разбросаны встречаются на ачивки ачивки дают в лигах разные предметы на внешку в этой лиге вы получите голову на внешку за бог там 12 ачивок соответственно за 24 ачивки вы получите внешку пета которая с вами будет бегать а за 36 вы получите по моему крылышки внешку опять таки то есть игра для тех кто не в курсе бесплатно и живет она как раз таки на микро транзация микро транзакциях именно этих внешек это только что мы взяли стол для крафта из такие столы будут вам открывать новые рецепты для крафта в вашем убежище то есть если вы не хотите рандома вы можете накрафтить что-то конкретное его чем больше вы таких рецептов соберете и вещей его предательстве которые вы находите там вещи можно открывать и эти открытые вещи будут вам плюсовать новые свойства для крафта соответственно ну там вообще темный лес ребят это очень такое искусство есть просто люди которые любят крафтить и я даже знаю парочку людей которые здесь ничем кроме крафта не занимаются абсолютно то есть они не играют в эту игру в плане как в диабло то есть в плане гринда они в эту игру не играют они сидят и крафтит они закупают сфер крафтит пушки продают пушки ну или там что-либо другое то есть крафт какие-то предметы продают их покупают все сферы крафтит новые предметы то есть вот для них это фан конкретный здесь крафт очень серьезен так ну для тех опять-таки кто новичок мы сейчас только что прошли на следующую локацию и не знаю успеваете ли вы следить за тем что я делаю без объяснений потому что некоторые вещи происходят ну в общем конкретно вот на этой локации вы там можете назвать название увидеть справа вверху если играете на английской раскладкой вот в общем в этой локации будет уже босс но эта локация состоит из нескольких ярусов по моему тут 4 что ли что такое вот там уже сама локация переключаться не будет вы просто будете либо спускаться либо подниматься мы в данный момент поднимаемся видите да вот та же самая локация осталось то же самое название но мы уже на другом этаже вот на последнем этаже уже будет нас ждать босс здесь относительно от diablo я думаю первую очередь эта игра интересна тем кто играет в diablo в общем но в diablo такая система пересоздания игры то есть чтобы обновить мобов вы должны пересоздать игру то есть вам нужно выйти в меню и запустить игру заново присоздать игру здесь так делать не надо здесь локации можно пересоздать через ктрл клик то есть вы не пересоздаете именно игру вы пересоздаете локацию просто вышли с локации нажали к трл зажали к трл нажали левой кнопкой мыши на дверь ну или что там будет что заходит на этот портал эту локацию соответственно вам предложат зайти на какой-то из ранее созданных да и вообще либо создать новую чё говоришь дом не знаю у тебя сколько на тул тип у меня 111 но это мало 51 вообще от тебя смысла нет никакого бесполезный человек вот здесь будет босс когда мы активируем то есть мы дошли до последнего яруса там уже следующий акт будет пацанами зашел ну ты где сами побежали перевален туда по кстати стол рецептов не забыть забрать стал и подсвечиваться на карте здесь карта вообще сейчас хорошо сделано раньше было намного хуже что приближенно к второй части диагноз пошел именно вот так только с другой стороны на нашел все молодец я активирую не забыл что он делает от слэма уходишь за его спину желательно то есть не от него за спину от лучей бегаешь мобов не убивай которых он вызывает чтобы он не уходил в землю понял да то есть мобов будем убивать только когда банки нужны будут вот очень я только что объяснил всю тактику на этого босса будет несколько типов ударов это лучи соответственно каждый новый луч будет попавший в вас каждый новый луч будет наносить вам все больше и больше урона он будет призывать вот таких существ разных для того чтобы у игрока была возможность перезаряжать банки но пока существа вот эти призваны он не уходит вниз вот он лучом стреляет от луча нужно бегать то есть каждый новый луч будет вас больше карась у него еще будет слэм такой размашистый удар по полу от него лучше бежать не вдаль а за спину ну это я от лица милишника рассказываю то есть моим милишником всего слэм за спину отошли все он в нас не попал но область у него перед собой достаточно серьезно и вот этот своим ого-го как убивает но и вы обратили внимание до что он не уходит в телепорт в этот свой потому что мы не убили мобов нам позволяет персонаж банок мы не особо много тратим и урона мы нихера не делаем ну а эта штука просто замедляет урона не наносит она просто на замедляет видите урон она не наносит а у него еще иногда потолок падает это просто как физ урон дополнительный на конкретном боссе это не важно но на картах существенно может пробить физой возможно даже кого-нибудь и шотнет вам учё сань под нашми да у нас параша параша просто урон кстати его еще одна трикса то есть для тех у кого совсем мало урона но кто бегает в полной группе допустим и здесь чем больше человек играет тем соответственно сложнее монстра больше не хп ну и соответственно градусник побольше под своим прям побежал но вы поняли да почему я не говорю отбегать не от него а за него потому что за спиной слайм не сработает вот он побежал прямо от него и соответственно успел выбежать вот и в общем есть такая трикса если вы играете новичками в группе при этом у вас нет урона и при этом вы еще и дико бустите много на хп то есть можно перед активацией моба вот вы нашли вход к монстру вы просите всех уйти в город просто открывайте портал все уходят в город кто-то один человек один человек активирует монстра и после этого все заходят и у него при активации будет хп на одного человека всего лишь защита защита на урон у вас соответственно уже будет хватать вот такая трикса есть она работает везде такая фигня в некоторых случаях лучше вообще ну ну на локацию не заходить я ну точнее ну я короче все объяснил ребят не глупо и поймете то есть если вы на локации 1 и активируете моба в одну каску именно не в группе она локации то хп монстра будет на одного человека если вас в локации много соответственно хп будет на многих игроков просто когда вы доходите до карт вы должны учитывать что у вас всего шесть дырок если вы умираете на карте играете на софте то вы теряете одну дырку то есть вы врезаетесь в убежище вот и в таких случаях лучше сразу никому не заходить а кому-то одному добегать до босса кто там самый сильненький у вас добегать до боссом активировать этого босса или практически добивать его до конца хп а потом всем остальным заходить на об этого монстра то есть когда вы убиваете монстр ох как пробил хорошо когда вы убиваете босса вы во первых а пойти карту во вторых возможно он нужен там ну то есть помимо того что он нужен патуса возможно он еще нужны на какую-нибудь ачивку ты давай там это ага поаккуратнее да она нет уже видите объем просто руками жесть но это просто бой века это тупо бой веком всегда нужно немножко подождать потому что потому что